Дорогие друзья, давно хотел поговорить о двух знаковых произведениях в репертуаре Димаша. Первая из них – это «СОС» – малоизвестная французская песня, которую Димаш прославил на весь мир. И вторая – «Стрейнджер», которая сравнительно недавно появилась в его исполнительском багаже. Сразу хочу сказать, что это не будет анализ или, как принято у ютюберов, реакция. Творчество Димаша вызывает огромный интерес у блогеров, которые специализируются в реакциях. Среди них достаточно много компетентных специалистов в вокальном деле, которые подробно разбирают все выступления Димаша. Сегодня я хотел бы поговорить о том, о чем никто из блогеров не говорит, но вопрошает, так же, как и миллионы поклонников во всем мире. Все, кто сталкивается с его творчеством впервые, задаются вопросом – кто он? Человек? Но человек не может так петь. Это невозможно. Недавно я написал книгу, где первая глава посвящена знакам и символам. Испокон веков люди создавали знаки и символы, в которых зашифрованы очень важные послания. Это своего рода параллельный мир, в котором укрыто много сведений о происходящих событиях в реальности. Знаки и символы дают понимание, раскрывают суть того, с чем мы сталкиваемся в жизни, но не находим объяснения. Димаш – явление парадоксальное. С одной стороны, его искусство вызывает восхищение. То, что он хочет выразить своим исполнением, чувства его, глубоко одухотворенные, моментально проникает глубоко в душу каждого слушателя, у которого открыто сердце для восприятия. Его искусство демократичное. Его пение понятно как музыканту-профессионалу, так и слушателю без музыкального образования. И даже для человека, ранее равнодушного к музыке. С другой стороны, нечеловеческое владение голосом, запредельное мастерство, эластичность его голосовых связок, позволяющие ему достигать невиданных высот, приводит слушателя в замешательство. В этом и заключается парадокс. С одной стороны, необыкновенная красота, ясность и доступность интерпретации произведения, а с другой стороны, невольно возникающий вопрос – как это возможно? А может, он просто шарлатан, который разными трюками подменяет настоящее искусство? И тут мы имеем классическую ситуацию. Если что-то непонятно, вызывает много вопросов, то это вызывает недоверие. К счастью, существуют знаки и символы, где можно поискать ответы. Для этого достаточно просто внимательно приглядеться, поразмышлять, и окажется, что всё на поверхности. Знаки и символы прямо перед глазами. Только надо их увидеть. СОС – странная песня. И слова, и музыка – всё какое-то необычное. Спеть её не каждый сможет. Очень неудобная, требующая от исполнителя широкого диапазона и мастерства. Такую песню никто из трезвомыслящих певцов в конкурсную программу не будет включать. Риск большой. А эффект может оказаться сомнительным даже при удачном выступлении. СОС – странная песня. Возникает резонный вопрос. Почему Димаш на всех международных конкурсах прямо с маниакальным упорством именно эту песню обязательно включал в конкурсную программу? Любой конкурсант знает, что репертуар надо выбирать эффектный и, желательно, с минимальным риском. Песня СОС явно не соответствует этим критериям, нацеленным на гарантированный успех. Тем не менее, Димаша это не останавливает. За этим подозрительным навязыванием этой очень странной песни, как будто что-то скрывается, что-то важное для него, чувствуется какое-то особое отношение Димаша к этой песне. Что-то его связывает с ней где-то в глубине его души. Для него эта песня как талисман, близкий сердцу, с которым он никогда не расстается. Позже, после окончания всех этих конкурсных баталий, важного этапа становления на пути в профессиональную жизнь артиста, когда у Димаша наконец-то начинает успешно развиваться концертная деятельность, он продолжает в каждом своем выступлении исполнять СОС. И в конце концов, эта песня становится его визитной карточкой. В одной из последних своих бесед, которые я веду на своем канале в YouTube, я сказал, что Димаш является странником. В космической терминологии странниками называют инопланетян, которые решили воплотиться в человеческом теле. Я указал на то, что Димаш является пришельцем из четвертого измерения. Это мир, где культивируется любовь как мировоззрение. Более подробно я рассказываю о странниках в своей беседе номер 41. У странников вычеркивается из памяти их жизнь в других измерениях. Тем не менее, связь на энергетическом уровне с космосом в них остается. Поэтому, как правило, в человеческом теле странники чувствуют себя неуютно. В глубине души их не покидает мысль, что они не от мира сего, что земной мир чужой для них. Слова СОС очень хорошо раскрывают внутреннее состояние странников. Почему я живу? Почему я умираю? Я думаю, что получаю волны из других миров. Я никогда не стоял ногами на земле. Я лучше бы был птицей. Мне плохо в своем теле. Почему я умираю? Потому. Субтитры делал DimaTorzok Именно так ощущают себя большинство странников. И с детства хотят что-то вспомнить. Через невидимую связующую нить с космической энергией получают они знаки. Поэтому у них возникает естественное желание получить ответ оттуда, откуда они прибыли, из космического пространства. Почему я смеюсь? Почему я плачу? И вот сигнал SOS бедствующего землянина. Слова этой очень грустной песни точно передают мысли и состояние странника. А музыка, необычная, не похожая ни на какую другую, вводит в атмосферу чего-то очень странного, но маняще привлекательного. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Менее 10% странникам удается осознать, кто они на самом деле. И тогда это приносит им долгожданное внутреннее умиротворение. Осознание себя странником помогает им также понять, что здесь, на этой далекой планете, они оказались не случайно, что предстоит им выполнить очень важную миссию. Внутренний голос подсказывает странникам путь к предназначению. Этот голос как мираж, мерцающий вдалеке воспоминаниями прошлых жизней. В этом контексте слова из песни «Стрэнджер», если мы предположим, что Димаш является представителем четвертого измерения, воспринимаются как прямой знак. Лица из прошлого преследуют меня в воспоминаниях. Жизнь и любовь, которую потерял, я чувствую до сих пор в себе. Если в СОС герой песни хочет узнать, кто он на самом деле, слова и музыка подчеркивают внутреннее состояние угнетения, мучительного поиска, то в «Стрэнджер» царит совершенно другая атмосфера – сильного, уверенного в себе странника, готового осуществить поставленную цель. В этом произведении Димаш часто использует баритон – нишский мужской голос, подчеркивающий его зрелость. В отличие от СОС, где в основном использовался высокий регистр голоса, ассоциирующийся с юным, еще не окрепшим и неуверенным пришельцем. Стрэнджер, он уже знает, кто он и зачем он здесь. Новая земля под моими ногами. Странник на чужой земле. Новый шанс узнать, кто я есть. Есть ли у меня сила начать сначала? Стрэнджер, у меня есть ли 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 у меня Если рассматривать эти два произведения как знаки, то парадокс, о котором я говорил выше, рассеивается. И перед нами предстает Димаш, который с первых своих шагов на профессиональной сцене с песней S.O.S., будучи еще юношей, намекал нам, давал знак, кто он на самом деле. А в Stranger он уже не намекает, а просто признается. Ну, и чтобы совсем было ясно и никаких вопросов больше не возникало, в настоящее время концертное турне Димаша по разным странам проходит под общим названием «Странник». И это уже такой, можно сказать, жирный знак. Конечно, истинным Дирс чутье всегда подсказывало, что Димаш инопланетянин. Ведь такие эпитеты, как космический голос, ангел, не присваиваются на ровном месте. А, впрочем, Кудайберген, Богом данный или Божественный дар, в его случае приобретает дословное значение. Наша планета заканчивает свой цикл развития в третьем измерении и постепенно переходит в четвертое измерение, где культивируется любовь. В этой связи появление Димаша на Земле не случайно. Он, как представитель четвертого измерения, показывает нам мир, в который наша планета движется. Он здесь, чтобы подготовить нас к этому миру, где царит любовь, где мировоззрение основывается на законах любви. Он является посланником, который оповещает о скором наступлении эпохи любви. Димаш широко распахнул свою душу и готов забрать нас всех туда, где нет войн и насилия, где гармония и красота, где музыка имеет божественные вибрации. Там уже скоро, не за горами мир, где человек вспомнит, что может управлять гравитацией и взлететь высоко. Как поет он в С.О.С. «Я лучше бы видел мир наоборот. С высоты он смотрится лучше». «Я лучше бы видел мир наоборот. С.О.С. и «Стрейнджер» – это знаки, открывающие завесу на то, кто на самом деле Димаш. А его непревзойденное искусство является символом того мира, откуда он явился. Космические вибрации его голоса соответствуют грядущей эпохе, о которой веками мечтало человечество. Это мир, где истинная любовь сияет в золотом блеске. Когда-то в Древней Греции Прометей, чтобы спасти народ, похитил огонь из небес. Сегодня Димаш спасает человечество, похитив ради этого любовь в небесах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА «Отфактург» 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 «Отфактург»